Около 2000 квадратных метров. Таковы размеры крыши дома номер 44 по улице Врача Михайлова. В региональном фонде модернизации ЖКХ этот объект называют самым масштабным из ремонтируемых за все время работы. Работа была сложная, но необходимая. Построенный в 1977 году дом ни разу за 43 года не видел капитального ремонта. За это время в негодность пришло очень много инженерных систем, которые существуют в доме. Трубы как решето, батареи не греют. Вопрос возрождения этого строения с точки зрения безопасности, комфортности и всего прочего, вот этот вопрос возник у нас уже очень давно. И в 2014 году, когда началась вся эта процедура капитального ремонта, мы первым делом провели собрание и решили, что да, нам это нужно. В первую очередь отремонтировать решено было кровлю. За 43 года ее чинили только заплатками, которые наслаивались одна на другую. В итоге и слой достиг нескольких сантиметров. Поврежденными были колпаки вентиляционных каналов. Где-то их сорвало ветром, а по каким-то видно, что их повредили люди. Однако, чтобы начать капремонт, нужно было уговорить две трети жителей дома, а это около 400 человек. Людмила Федосеева нашла нестандартный подход. Два года назад с ее подачи для жителей дома номер 44 по врачам Михайлова начала выпускаться полноценная газета. В ней она стала доходчиво объяснять, почему дому требуется капремонт. Вот такой дом, вот он говорит, ребята, СОС, наконец, спасите меня, да? И вот эти картинки, видите, тут написано, диагноз, все требует капитального ремонта. То есть я хочу что сказать, я постепенно жителей приводила к тому, что нам очень нужен капитальный ремонт. Окончательное решение жильцы приняли в прошлом году. Тогда же была разработана первая смета. Правда, ее пришлось менять. Метод спекания, при котором новое покрытие кладется на старую поверхность, для этой крыши не подошел. Было принято решение заменить кровлю полностью. В июне этого года на крыше начались работы. Строители полностью вырубали старые слои кровли, укладывали новую цементно-песчаную стяжку, армированную сетку, праймер и только после этого два слоя мягкой кровли. Делалось это все по частям, чтобы доставлять как можно меньше дискомфорта жителям дома. Сейчас работы уже подходят к концу. Подрядчик говорит, что они уложатся в ближайшие две недели, пока стоит два вилета. Это при том, что крайним сроком окончания ремонта стоит 25 декабря. Выполнить осталось не только что много работ. Заменить около 10% кровли, поменять старые колпаки на вент-каналах и дефлекторы на штатах мусоропроводов. Ремонт на столь масштабном объекте находился под тройным контролем. Во-первых, следил совет дома и лично Людмила Федосеева. Во-вторых, наблюдали кураторы от фонда модернизации ЖКХ. И в-третьих, по договору с тем же фондом, строительный контроль осуществляли представители частной компании. Все они констатируют факт. Серьезных замечаний к проведению работ у них нет. Замечания, которые здесь возникали, это, будем говорить, по устройству праймера некачественно. Не то, что некачественно, а торопились. Стяжка не успела высохнуть, ее накрывали праймером. Здесь я останавливал работу. Значит, были произведены строительным контролем, была произведена остановка на участке, где выполнялась стяжка, без, опять же, строительного контроля, без фотофиксации. То есть, я требовал, чтобы производили вырубку стяжки и показывали наличие первой, значит, армирующей сетки. Для тех же, кто не до конца разобрался в том, на что нужно обращать внимание во время капремонта, в фонде модернизации ЖКХ выпустили брошюру, которую там называют «Азбукой капремонта». Главным дизайнером ее стала все та же Людмила Федосеева. Она сделала азбуку максимально доступной для любого человека, использовав в оформлении инфографику, рисунки и схемы. То есть, любой человек, который сейчас захочет ознакомиться с капитальным ремонтом, со схемой капитальной, с алгоритмом капитального ремонта, и даст Бог, эта брошюра выйдет, да, и мы тогда сможем от самого первого, сказать, решения делать капитальный ремонт, вот видите, плюсы ремонта и минусы и так далее. То есть, если мы с вами полистаем вот эту брошюру, то вся логика капитального ремонта, мы здесь все это делаем с вами и посмотрим. Полезная брошюра будет и для тех жильцов дома номер 44 по улице Врача Михайлова, кто не одобрил проведение капитального ремонта. На следующий год в нем планируется капремонт коммуникаций, и, возможно, книжка поможет с осознанием его необходимости. Игорь Улитин, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ.